В эфире программа «Пульс города». Наиболее заметных и важных событиях уходящего месяца напомним прямо сейчас. И вот некоторые темы этого выпуска. Зима не за горами. В Краевой столице определили места для вывоза снега. Барнаул архитектурный. О трендах и стилях городской архитектуры, а также о зданиях, которые, возможно, войдут в века. Сборками, тренажерами и качелями, где в ближайшее время появятся спортивные игровые площадки. Постоянный снежный покров, по прогнозам синопсиков, установится в Алтайском крае в ноябре. Столица региона готова противостоять зиме. Так мэрия Барнаула разработала и опубликовала стратегию борьбы со снежными заносами и гололедом в предстоящий холодный период. В документе определены места, куда будут вывозить собран из городских улиц снег. Отдельные участки для его сбора обозначены для ряда предприятий Краевой столицы. Автодорстроя, благоустройство и озеленение, Барнаулгорсвета, Горлектрофранца. Всем остальным снег придется вывозить на территорию, расположенную в 600 метрах в юго-западнее здание по адресу Тибетская, 22. Задачи в рамках стратегии прописали для районных администраций, а также городского комитета ЖКХ. Им предстоит следить за посыпкой песком входных узлов, пешеходных дорожек, тротуаров, расположенных на придомовых территориях при гололеде. Они также обязаны контролировать своевременную очистку крыш, уборку прилегающих территорий. Рекомендации накануне снежного сезона получили и другие организации комитеты. Отметим, комиссию по обеспечению своевременной очистки города от снега и гололеда возглавили вице-мэром Дейкурышин и руководитель комитета по дорожному хозяйству Валерий Бедяшкин. Первые зимние испытания коммунальной службы Барнаула уже, можно сказать, прошли. Так, в середине октября после ледяного дождя им пришлось в круглосуточном режиме устранять последствия непогоды. Очищать от льда тротуары, убирать поваленные деревья, восстанавливать движение электротранспорта. Привет, Барнаул! Поздравляю с началом зимнего сезона! И хоть до календарной зимы было еще полтора месяца, коньки и лыжи некоторые горожане вынуждены надели в середине октября. Дождь, а после похолодания сковали город ледяным панцирем, который парализовал работу электротранспорта, просто заизолировав контактную сеть. Утром следующего дня аварийные бригады горэлектротранса начали очистку сетей и путей от наледи. В круглосуточном режиме пришлось работать двое суток. Удалось уже к воскресенью часть маршрутов восстановить. И за воскресенье до конца дня мы восстановили трамвайные маршруты и троллейбусные по всем направлениям. На понедельник утром выпуск по всем маршрутам городского электрического транспорта полностью восстановлен. Работают в штатном режиме. Короче, все в таком роде. Еле открыли. Все, все применшее. Воспользоваться личным авто на тех выходных тоже было непросто. Двери отогревали и отцарапывали, снимая послеэффектные видео. Да и маршрут у большинства лежал шиномонтаж, где из желающих переобуться до сих пор пробки длиной в сутки. Ну в день это минимум где-то 30 человек. Люди приезжают с утра записаться. Не записаться. Люди говорят, только на следующий день с утра записываются. А вот дня жестянщика, как обычно бывает в первый гололед, на этот раз удалось избежать. За выходные в период непогоды удалось избежать роста числа дорожественных происшествий и тяжести их последствий. Немаловажную роль стабилизации дорожной обстановки сыграл тот фактор, что многие граждане, заблаговременно обладая информацией о сложных погодных условиях, не стали пользоваться личным транспортом, тем более на котором установлены летние шины. Из-за ажиотажного спроса на такси некоторым горожанам, как они писали в пабликах, путь на работу стоил в четыре раза дороже обычного. Вызвать авто многие решались еще и потому, что даже одна остановка пешком по заледеневшему тротуару могла стать дорогой в травмпункт. Задача на ближайшее время – это устранить, конечно, последствия обледенения тротуаров, потому что очень много работы получилось из-за перепада температуры, ну и, конечно, поддерживать нормативное состояние проезжей части. Дорожных рабочих работало в выходные более ста человек, техники в среднем работало порядка 80 единиц. Очистка улиц от первого снега и наледи шла даже ночью, но вскоре коммунальщикам помогла сама природа. На улице днем были плюсовые температуры. Еще один плюс – необычайно живописными снимками. В те дни наполнился интернет. Яркая осень в плену холодной и кристально чистой зимы. Николай Потешкин, Владислав Ковалев, специально для программы «Пульс города». Двойное торжество в октябре отметили алтайские специалисты, которые во многом формируют нашу с вами реальность. 7 октября во всем мире чествовали архитекторов, и тогда же, ровно 60 лет, исполнилось Алтайской краевой организацией «Союз архитекторов России». О стилях и трендах городской архитектуры в интервью моей коллеге рассказал известный барнаульский архитектор Александр Деринг. Сегодняшний архитектор – это больше художник или все-таки это инженер, то есть мастер технических наук каких-то? Такой интересный вопрос. Я думаю, что современный архитектор должен быть и тем, и другим. Он должен быть и художником, и понимать, как работают конструкции. Если мы говорим о современных зданиях, я понимаю, что вы не профессиональный критик, вы в этом варитесь, и тем не менее, как вы считаете, какие-то из них войдут в историю? Ну, я думаю, войдут. Во всяком случае, те интересные ансамбли архитектурные, которые формируют, именно формируют силуэт города, который становится запоминающимся. Ну, допустим, я могу сказать, что комплекс, жилой комплекс, жилой общественный Анастасия на проспекте Красноармейском, архитектор Реота Евгения. Я думаю, он достоин того, чтобы стать со временем объектом культурного наследия. Потому что действительно уникальный комплекс, уникальный архитектурой, силуэтом. То есть это, ну вот как пример, допустим, да. И я думаю, что вот это, кстати, в эти памятниками, я думаю, что могут войти часть вот как раз той архитектуры, которая появилась на рубеже 20-21 века, когда появились такие очень интересные по архитектуре, по силуэту, по композиции здания. Они могут быть, да, вполне. А какие тренды вот в современной архитектуре сейчас? Сложно сказать, потому что это именно о трендах. Потому что архитектура сейчас разная, скорее, да. Но тренд на то, чтобы она была, совмещала в себе, вот, казалось бы, классическую формулу, да, польза, прочность, красота. То есть они должны быть просто красивыми, конечно, архитектура должна быть красивой. И она должна быть функциональной и уместной для места. То есть не просто так, да, вот поставить какую-то там, вот, ну, захотел я себе что-то сделать. Нет. У нас в городе есть тот же градостроительный совет, который очень внимательный и очень жестко критикует вот как раз такую архитектуру, которая неуместная, да, в конкретном месте. И требования, они сейчас очень сильно повышаются. Поэтому, ну, сказать о трендах, что, давай, стеклянная архитектура, там, или, наоборот, вся в кирпиче. Может быть, и есть какой-то превалирующий архитектурный стиль? Не знаю. Нет, сейчас, конечно, наверное, есть такое, есть такое понятие постиндустриальное, вот сейчас эпоха, да, наступает, идет. Вот есть какое-то переосмысление, переваривание какого-то чистого такого модернизма, когда было только одно стекло, да, ну, то есть крайности были какие-то. Металл, стекло, бетон, прочее, потом, наоборот, глухая какая-то архитектура, потом очень много было такой кирпичной архитектуры, и там, какой-то мы прошли период керамогранита, сайдинга. Сайдинг – это зло, конечно, страшное, которое сейчас, наверное, запретить надо окончательно его. И сейчас вот такое происходит, какое-то смешение, наверное, вот этих стилей определенных, нет какого-то такого конкретного, допустим, ретро, да, или там неоклассицизм, или там неомодернизм. Нет, я думаю, что идет какое-то такое, в общем, смешение, и выделить какое-то вот такое специальное направление, вон, очень сложно. Просто, мне кажется, сейчас архитекторы, да, стараются какое-то найти свое собственное лицо и почувствовать пульс времени. Вот нужно чувствовать это, понимать, да, в какое время ты живешь, да, и чувствовать этот, чувствовать город. Вы сами проектируете немало зданий, и чтобы почувствовать вот этот пульс города, творческий полет раскрыть, да, не ощущаете ли вы каких-то ограничений, ну, скажем так, вот из-за провинциальности нашей? Все-таки бюджет, например, столичных городов, там, Москвы, Питера, не сопоставим, да, с такими, как в Барнауле. Да, конечно, есть определенные ограничения, которые накладывают на, ну, я бы так сказал, немножко подрезают крылья, да, архитектору. То есть я бы хотел так, но, увы, у нас вот ни технологические особенности, ни финансовые не позволяют это реализовать. Да, конечно, такое бывает. И мы не можем себе позволить, например, то, что может позволить себе, скажем, Москва, и, может быть, даже Екатеринбург. Потому что это совершенно разные бюджеты, разные заказчики, да и заказчики, порой они это тоже понимают, что, да, ну, вот можно было сделать что-то такое. Но, тем не менее, тем не менее, идет все равно процесс какой-то переосмысления, и люди начинают понимать. Вот, кстати, вообще, где-то, ну, я года два, наверное, или три назад, я так наблюдаю, произошел какой-то перелом. Перелом в сознании, в сознании заказчиков, крупных стейкхолдеров, да, наших строительных компаний, которые стали понимать, что архитектура – это все-таки очень важный элемент этой жизни, этого строительного комплекса. Просто так построить сейчас, это уже не пройдет. То есть, и люди, которые приобретают сейчас вот эту архитектуру, они уже покупают не просто квадратные метры, они покупают архитектуру, они покупают фасады, красоту. Произошел перелом, и это очень радостно. В преддверии Дня учителя в Барнауле прошел городской праздник «Признание». Традиционное мероприятие провели уже в 24-й раз. На нем собрались лучшие и выдающиеся педагоги, всего более 500 работников образования. Как прошло торжество, смотрите в следующем сюжете. Вера Анатольевна Лешкова, учитель математики. Так, в краевой столице чествовали выдающихся педагогов Барнаула, которые ежедневно вносят весомый вклад в развитие города, общества и системы образования. Городской праздник «Признание» прошел в Барнауле уже в 24-й раз и стал традиционным мероприятием в преддверии Дня учителя. Наверное, необходимо считать День учителя всенародным праздником. Праздником, который объединяет все поколения, потому что учитель есть у каждого человека. У каждого человека он свой. Это учитель, который благодаря своему призванию заслужил всенародное признание. Поздравить педагогов, заслуживших всенародное признание, выразить свою благодарность за их труд, собрались почетные гости города. У нас в городе Барнауле 88 школ и 149 детских садов. 15 тысяч человек в общей системе образования работают только в городе Барнауле, которые сегодня несут в себе, ну я считаю, что самую ответственную, самую святую профессию растить будущее нашего региона. В этом году в стенах Дворца культуры Барнаула собралось более 500 работников образования, как действующих учителей и воспитателей, так и ветеранов педагогического труда. Уважаемые коллеги, особая признательность нашим педагогам, ветеранам, которых сегодня в зале 50 человек присутствует. Особо хотелось бы отметить наших молодых педагогов, часть которых находится и в этом зале сегодня, а в систему образования их пришло 150 человек. Педагогам вручили более 80 наград краевого и муниципального уровней. Это почетные грамоты, медали за заслуги в труде, благодарности от Министерства образования и науки, губернатора Алтайского края и главы города, а также почетный знак с благодарностью Барнаула и знак за вклад в развитие литературы. Мы мечтаем, чтобы вечно жили мы, учителя для нас. Татьяна Голубева, специально для программы «Пульс города». Большой комплекс с горками, тренажерами и качелями открыли в микрорайоне «Затон» в октябре. Спортивные игровые площадки подобного плана установят в городе еще по восьми адресам в центральном районе Барнаула. Что они из себя представляют и насколько долгожданная площадка для жителей «Затона» – смотрим далее. Ранее здесь была небольшая спортивная площадка, но она скорее приходилась для детей постарше. На ней не было подходящих конструкций и тренажеров для малышей. Сейчас же комплекс включает в себя горки, переходы, тоннели и качели. По периметру вскоре установят ограждения, а также лавочки и урны. По поручению главы города Вячеслава Франко на ее реализацию из городского бюджета выделено 2 миллиона рублей. За последние 6 лет в районе построено, обустроено, реконструировано 28 детских спортивных площадок. На это привлечено из бюджета и в небюджетных источниках около 30 миллионов рублей. На следующий год, что радует, совместно с жителями, с органами ТОС, также подготовлено 8 заявок для участия в конкурсах городского, краевого, проектов и инициативного бюджетирования. Для центрального района Барнаула такое обновление не впервой. Только за этот год обустроено 8 детских площадок. Еще столько же появится в ближайшее время. Полностью же завершить благоустройство площадки в ЗАТО не планируют к середине ноября. Уже прибегают посмотреть, когда же уже открытие. Моя дочь уже приходила, сказала, что полазить интересно. Повыше на каких-то трубах приглянулась, качели. Все нравится, все красиво, ярко. В этом году на территории центрального района Барнаула появилось также несколько игровых зон в детских садах и одна в микрорайоне Благодатная. Белодорожку на детской площадке сделали в поселке Бельмесева. Доделали комплекс для игр на пересечении Красноармейского и Партизанской. До конца этого года еще одну площадку установят около многоквартирного дома на улице Анатолия. Все это позволит детям безопасно проводить время и приобщаться к здоровому образу жизни и спорту. Данил Кузнецов специально для программы «Пульс города». Работы по благоустройству парков в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» завершаются в Барнауле. Один из объектов – парк «Изумрудный». Как благоустроили его и какие еще общественные территории ждет обновление? Далее в сюжете. История восстановления парка «Изумрудный» началась еще четыре года назад. В течение этого времени здесь построили пешеходные и велодорожки, детские и спортивные площадки, визит-центр, амфитеатр, сцену. Восстановили центральную аллею, пруд и прилегающую к нему территорию провели освещение. В этом году сделали пять основных объектов. На этом реконструкция парка «Изумрудный» точно не заканчивается. На эти цели было выделено более 30 миллионов рублей. А в будущем планируют провести дополнительные работы по благоустройству территории, установить туалеты и точки общественного питания. Всего же в городе с 2018 года благоустроили 23 общественные территории на сумму более чем в миллиард рублей. Как отметил глава города, подобный объем финансирования был бы невозможен без участия правительства Алтайского края и губернатора Алтайского края. Вячеслав Франк выразил слова благодарности за помощь в обновлении городских парков и создании современных и уютных общественных пространств. Если мы говорим в целом о парках, то мы привыкли на сегодняшний день и в этом году говорить, наверное, о трех парках. Это парк «Юбилейный», заканчиваются там работы. Через 10 дней все эти плановые работы, которые мы планировали на этот год, они будут закончены. Самые такие крупные, наверное, освоения денежных средств как раз прошли и в парке «Юбилейный». Мы открыли первый этап парка имени Ленина, как его привыкли называть, там порядка 50 миллионов рублей. Парк «Изумрудный» пользуется большим спросом. Только в этом году его посетило больше 2,5 миллионов человек. В будущем хорошей альтернативой «Изумрудному» станут парки, которые сегодня тоже участвуют в благоустройстве. Это парк «Юбилейный» и бывший парк имени Ленина. Анастасия Драган специально для программы «Пульс города». В октябре в Барнауле традиционно проходит месячник осенней санитарной очистки и благоустройства. В уборке улиц, тротуаров, дворов и общественных территорий, а также высадке молодых саженцев деревьев в этом году, как и в прежние, участвовали десятки предприятий, организаций, студенты и школьники, а также сами жители города. Традиционный месячник осенней санитарной очистки и благоустройства города в краевой столице стартовал в первый же день октября. Весь месяц в городе очищали улицы, тротуары, зеленые зоны, дворы и общественные территории. Всего у нас в рамках месячника проведено более ста акций. Самые массовые – это очистка в парках Юбилейный, Изумрудный, Центральный, по проспекту Ленина, по проспекту Космонавтов, в сквере Аванесова и многих других. Подготовку территории города к зиме провели во всех его районах. Этим занимались волонтеры, городские предприятия и организации, студенты и школьники учебных заведений, а также неравнодушные жители города. А каждый четверг в городе проходил «Чистый четверг». Работы по уборке несанкционированных свалок, по очистке берегов рек, такие как Обь, Пивоварка, Барнаулка, продолжена посадка деревьев. Как раз сейчас в осенний период более полутора тысяч деревьев и кустарников. Месячник осенней санитарной очистки и благоустройства продлился весь октябрь. За это время с улиц города вывезли сотни тонн мусора. Юлия Щепина специально для программы «Пульс города». А на этом у меня все новости. Будьте в курсе событий краевой столицы и держите руку на «Пульсе города». До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова